Игнат Игоревич, хотели мы спросить вас, в каком состоянии находится сейчас дело о музее, лагере Стане? Видите, что я-то думал, все понятно. Ничего я не захватывал, прокуратуре ответил, тем более самовольно. Это совершенно лживое обвинение. И прокурору я все это написал и думал, грамотному человеку, звание полковника, этого позаглаза хватит, чтобы сказать, а меня ввели в заблуждение, извините, и на этом конец. Нет, он бомбардирует сельсовет, вдруг мне позвонили оттуда, добивается сломать. Это бывает, когда пьяные мужики поспорят что-то между собой, а я добьюсь. Уже правда морда в крови, а он все равно лезет и покавит, башку не отшибет ему совсем. Вот мне не хочется сравнивать с этим положением, но что-то напоминает. Я сразу вспоминаю протопопа Аввакума, когда воевода Пашков взял свою пищаль, и в него и осечка. Он стоит на них, смотрит. Он второй раз, никогда не было осечки. И второй раз осечка. И он взмолился, говорит, протопопа Аввакума, говорит, матушка, богородица, уйми дурака. Вот мне хочется сказать, святой пророк, этот протопопа Аввакум, моли Бога о нас, чтобы я не взмолился так. Вот напоминает мне эту картину. А что вы предпринимаете в связи с таким напором? Я не знал об этом напоре. Это мне только что позвонили в пятницу. Я не знал. В четверг позвонили. Сельсовет ОПОРЧИТ сказал. Он оседает на главу сельсовета. Я не знал, я бы какие-то идеи... Я просто молился, и люди молились, и благодарили Бога. Все затихло. Оказывается, не затихло. Там кипит и бурлит. Ну, что делать? Я сразу... Лена ответила, говорит, он поедет 10 октября на меня, и там займется тогда в краевом центре. Она говорит, нет, он там грозится чуть ли не ой-ой-ой. Надо делать сейчас что-то. Ну, надо делать что-то. Я тогда сразу стал думать, выехал тут. Гляжусь, Серафима на дороге попалась, ковыляет. И Йос попросил такое дело. Я, наверное, уезжаю завтра в город. Попросил Игоря Барабаша, возьми меня с собой. Он это не всегда во вторнике, а тут как раз в пятницу. Как будто меня ждал. Это все не в дождях дело, не в чем, а именно в четверг. Сельсовет позвонил, в пятницу утром я уже рано утром уже в пути был. А ночью прошла гроза меня остановить, как будто бы. Доехали благополучно. Ну, заранее уже мы тут оставили. Игнатий Тихонович, почему вы так подвязаетесь за этот лагерь Стан-Музей? Я сначала скажу, как дело обстоит, а почему я тут в процессе скажу. Давай. Вот. Составили мы вот этот документ. Этот документ. Но в конце я там просьбу выразил не очень ясно. И меня везде спрашивают, ну, ваша просьба-то в чем состоит-то? Да. Вот так. И вот эта просьба-то, я дальше мы ее ручкой подписали. Мы доехали там. Нас ждала Галина Александровна Загуляева. Она у Татьяны Капустины позавтракали. И она меня на машину повезла везде. Значит, на сегодняшний день документы, только отдельно больше материала. Каждому пять документов. Шесть. А некоторые из трех страниц даже. Шесть документов прилагаются вот к этому заявлению. В первую очередь направили президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Но мы решили послать еще и по электронной почте. Все сделали как надо. Скопировали это. А не принимает она. Я стал думать, почему. Видимо, хулиганят много. И никак нельзя сделать. Они тогда сделали. Печатай прямо в окне в этом, которое они дают. А печатать кто это будет каждый раз? Я прошу прощения. Вот для тех, кто будет новый смотреть, кому мы покажем это видео, для них надо вникнуть в суть. Почему? Чем ценен вот этот лагерь станок? Я и к этому подаю. Об этом говорится здесь. Чтобы они... Это все говорится. Была им затравка. Посмотреть-то это все. Говорится. Если уж я иду до президента, значит ценится. Второе письмо. Уходит в Единую Россию председателю Совета Министров Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Но в электронной почте, почте, сегодня еще не послали. Теперь надо каждое письмо заново печатать. Вот как придумали где-то. Нет копирки. О которой там юрист бесплатно звонить можем. Ему позвонили, он назначил время, но не вышел. Не знали почему. Мы хотели спросить, может какая-то программа нам нужно там завести или что-то. Почему нельзя скопировать, когда мы сами написали это дело. Ну ладно. Третье письмо в Думе, чтобы кто-то засчитал. Самую Думу государственную. Это очень серьезные, серьезные такие моменты. Дальше. Справедливая Россия. Там Миронов. Ему написали. Он такой мужик очень пробивной. Это уже получается у нас что? Четвертое? Четвертое. Пятое. Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Пятое. Шестое. Жириновскому Владимиру Большевичу. Седьмое. Поклонской Елене. Кажется, я ее звать. Наталья. Наталья Владимировна. Тоже депутат. Она такая сама юрист. И вот так. Это то, где конкретно, где будет с уведомлением. Да все такое дело. Я на это дело выделил деньги, чтобы там отправили в Барнауле. Или уже отправили. Не знаю. Но там мы ходили. Были у губернатора Алтайского края. Новый. Который. За него сейчас голосовать будут. Каждый раз называют мне его. Я его все забываю. Виктор как-то. Кто знает. Не знаешь. На букву О оканчивается. Как будто бы он с Красноярской говорят. Ну и поговорили там. Потом социальная защита какой-то есть. Потом защита прав человека. Это организация. У меня на бумаге только шесть печати стоит. Ну и этих. И во все средства массовой информации. Кроме того, я упоминаю в роликах. Везде заголовок. И называется так. Крик о помощи. Хороший заголовок. Я плоховато может быть вижу. Кто прочитает. Может быть самому мне лучше было считать. Давайте. Считай. Я рядом. От Лапкина Игнатия Тихоновича. Год рождения 10 июня 1939 года. Проживающего сейчас Алтайский край. Мамонтовский район. Поселок Потеряевка. Потеряевка. Улица Лапкиной. Дом 8. Мария Лапкиной. Улица Марии Лапкиной. Дом 8. Вот где мы сидим сейчас. Крик о помощи. 14 дом. 8 вот этот. Этот от 14. 14. Она сказала 8. На тебя наверное. У тебя 8? Нет. 8 это где сам Анны. Ну она ошиблась значит. Давай. Крик о помощи. Помогите во имя Иисуса Христа. Господь Бог позволил мне в 1972 году основать детский православный трудовой лагерь Стан в честь священного мученика Климента Анкирского. Год памяти 312 год казнен от Рождества Христова памяти его 6 февраля по новому стилю. За 45 лет существования этого уникального во всех отношениях лагеря Стана в нем иногда и вместе с родителями отдохнули тысячи взрослых и детей почти со всего Советского Союза и мира. За 45 лет у нас не было ни одного заболевшего, поврежденного, утонувшего, отравленного, сгоревшего. За летний период обычно было в среднем 109 человек. Ни я, Лапкин, Игнатий, ни обслуга, никто за эти 45 лет не получили ни рубля от государства. Все волонтеры во имя Христова. Все волонтеры. Все волонтеры во имя Христова. Добровольцы. В 1990 году появилась внезапно возможность все устроить по нормам. Спонсоры сами вызвались. То есть люди получили, такие деньги заработали, а уже советская власть в концу шла. И вызываются. Деньги не знали, куда девать-то. Я предложил, что построить корпуса такие на 700 человек, представь себе, на этой улице. И вот в это время я и обратился к тому, чтобы дали землю. Каким образом-то? А вот таким. Дважды обращался, и мне два документа дали. Второй документ сейчас раскопали. Давай там, считай. Вот тогда я и обратился в Корченский совхоз, в сельсовет, выделить мне с земли, прилагая документ, выделили 3 гектара на 10 лет. Ну 10 лет, а что, через 10 лет ломать, что ли? Да нет, оно продляется. Такой закон. Каждые 10 лет продляется. Покажите документы на эти. Я сейчас покажу, сейчас, это мне ничего не стоит. Вот, смотри. Сфотографируй первый документ. Внимательно посмотрите. Тень. Это первый документ, который дали мне. Потом решили его усилить. Представительстве совета только. Просчитай, что видно. Подожди. Подожди. Тень убери свою, Володь. Тень не подпадает. Забораживает. Так, что тут? Администрация Корченского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. Постановление от 8 июня 1990 года, номер 37, село Корчено. О передаче в аренду сроком на 3 года земельного участка для православного детского трудового лагеря «Стана» в честь Климента Анкирского в память 23 января 5 февраля. Залко. Рассмотрев прошение от начальника детского православного лагеря «Стана» Лапкина Игнатия Тихоновича о передаче земли для лагеря «Стана» администрация Корченского сельсовета постановила передать в аренду сроком на 3 года под строительство православного детского трудового лагеря «Стана» в честь Климента Анкирского в память 23 января 5 февраля 312 года. 1 гектар. Земельный участок площадью 1 гектар. В поселке Потеряевка обязать гражданина Лапкина Игнатия Тихоновича до получения у архитектора для строительства православного трудового лагеря «Стана» паспорта и регистрации его в администрации Корченского сельсовета строительство лагеря «Стана» не начинать. Да, так договорились. Мы зарегистрировались. Лагерь имел регистрацию в краевом отделе юстиции. Это все быстро прошло. После окончания строительства предъявить православный детский трудовой лагер «Стан» для приемки комиссии, назначенной архитектором района. Ну, речь, конечно, не идет об этих, как они называют, курятники-то. Архитекторы, комиссия. Тут смешно даже. Речь идет о зданиях. И, кроме того, дорогу заасфальтировать до 16 километров. А там миллионы стоят. А у людей просто деньги, не знаю, куда их девать. Естественно, мы бы отметили их. После этого, когда уже у нас договор прошел, теперь я получаю вторую бумагу иду. И за подпись от представительства Совета Кулибы Василия Федоровича, но и директора совхоза, и главного бухгалтера, и главного агронома, и депутата. Считай. Алексей Семенович. Председателя Сельского Совета товарища Кулиба. Василий Федорович. Василий Федорович. Депутата Сельского Совета Турова Д.Ф. Дмитрия Федоровича. Составили настоящий акт на передачу бросовой земли в бывшем поселке Потеряевка Латкину Игнатию Тихоновичу в количестве 3. 3 гектаров. 3 гектар, не гектар, а 3. А, ну да, тут 3, и цифра, и буквами, ну как словом написано. 3 гектаров сроком на 10 лет. Бесплатно. А там там 3 года, 1 гектар, здесь уже все подошло к строительству. Так, тут понятно о чем речь идет, и почему дорожимы официально это все было. Наша деревня Потеряевка исчезла в 1972 году среди других 21 тысячи погубленных сел. Замысел был устроить Лагерстан на 700 человек. Но на следующий 1991 год Советский Союз распался, и все наши договоры потеряли силу. Но Лагерстан в прежнем своем составе продолжал существовать до 2016 года. Ну представьте, что у меня, которые были, главные спонсоры из Грузии. А это другое государство стало, все, кончилось, ничего нету. Прибалтика здесь замешана, к примеру я говорю. Это отошло совершенно. Из выделенных 3 гектаров я не взял ни одного квадратного метра. Но мы разровняли большую навозную кучу на месте коровьих ферм. И на ней построили мазанки из прутьев или досок, которые называли курятниками наши недруги. Навсегда курятники, но они похожи на курятники. Маленькие вот такие вот в четверть, а кошечки пора и такие горизонтальные. Лишь вот только проспать от дождя. Прутья, глина замазана и все. Переплетено. Кому же они так мешают ныне? Да, кому? Вопрос вам найти. 64 дерева вокруг, оно вокруг все это, среди деревьев. Кому оно может мешать? Играли зал, две печи, русские печи. 100 булок могли выпекать, не булок эти, в формах, кирпичи называем. И печь русская вся находится прямо внутри навозной кучи. Что убирать-то? Перемешать с грязью? Или кто-то возьмет? Нет. Там кто-то строил? Нет. То есть абсолютно, которая бросовая земля, она здесь в деревне была бросовая, это значит не засеянная. Вот здесь вот эта бросовая. Все эти 20 лет тут бросовая земля. Мне здесь должны, ее никто не отмерял. Я не брал. Я внутренне как почувствовал, что что-то здесь может не так быть. И пошел, нашел большую кучу, и начали там ямы заваливать, и все, и так на ней и остались. Засохли. Это никакой закон, ни статья, ничего не касается. Это за уши подтягивает, что я захватил самовольно, когда у меня документы. Какое самовольно-то я захватил? Зачем бы мне это нужно? Ненависть просто, лютая бесовская ненависть к нам. Потому что крест, колокола, Евангелие, тут ясно дело, сатана беснуется. Это чисто на религиозной основе. Лагеря-то где были? Нигде же не ломают. И никто не ломает. Рядом стоит коровник, его не ломает никто. Позвонили, сейчас хотели приватизировать землю. Ответили, свинарник, коровник никто бы не ломал. Но лагеря и музеи сломаем. Даже я не знаю, какое имя-то можно дать этому. Это враги пришли на нашу землю. Это не просто как, а умышлено, злодеи, 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 как порог Исаия говорит. Дальше. Это занимает 0,09 гектаров. Девять соток. Девять соток. Среди крапивы на большой навозной куче. Не занимая ни одного квадратного метра сельхозугодий. Все. Он сломает, допустим. Так, пришлет там бульдозера, намет, напоит. Допустим, кто-то сделает это. Ну, не прокурор же это будет делать-то. Ну и что дальше-то? Торчат балки, торчит шифер, все переломал. И что? Это что, государству это выгодно или что? А сейчас там оазис, приезжают люди. Тысячи людей, которые пробыли здесь, это их как родина здесь. Крещение приняли здесь. Это ему не надо. Это главное в городе, где был. Все до одного спрашивают, а зачем это ему надо? Они еще не видели, когда лагерь-то посмотрели бы, какой он был. На навозной куче. Там все это, какое хлипкое стоит-то. Одно дело, я говорю, люди понимают образное выражение на навозной куче. Это буквально, буквально. Это просто потрясающе. И чтобы построенное для детей самоотверженными людьми сломать, только беспокаянным извергам может прийти такая богохульная фикс-идея. Фикс-идея зафиксирован, больной человек психически, ничего нет. А я все равно убью ее. А я все равно убью. Он не может от этого, пока не убьет, как Фрося Бурлакова. Так и бросилась под пояс. Не исцельно больным людям, истинным врагам Бога и народа. Кто это будет делать? Кто это делать? Ясно дело, что такого лагеря нет нигде. Без помощи государства. 45 лет. У нас какие люди выходят? Из красными дипломами в президентском полку служил. Служил Алешка. Это же надо понимать. Из Америки, из Бразилии, из Израиля, из Греции. Откуда только не было, они приезжали. Германия, Франция. Расскажите, из Лондона приезжала же к вам профессор. Из Лондона, да, приезжала. Ксения Деннон, директор Кэстонского института. Все осмотрела и говорит, мне половину даже не рассказали о вас. А ее сопровождал сотрудник Останкиной башни. Оттуда. Понимаете? Это история. И какой она вывод сделала? Вывод один, только молитва. Ничего нельзя сделать. Я христианин, я ничего не могу сделать. Нет, движущая сила, как она сказала. Главное, движущая сила в лагере. Любовь. Любовь с большой буквы. Я могу только любить этого прокурора. Господи, пощади его, не убей его, не убей. Сохрани ему жизнь, чтобы он увидел, что он делает. Продли его жизнь, Господи. Я только моему день и ночь вызываю о нем, чтобы он сохранился. Потому что если Господь пошлет ангела, махнет рукой, он или в аварии, или где-то от него мокрого места не останется. Я прошу о пощаде к нему уже сейчас. Игнать Игоревич, но все-таки он ведь исполнитель. За его спиной же кто-то стоит. Ну, кто бы ни стоял, статья закона. Для него никто не стоит. Совести вообще в этой организации нет. Нам, говорят, это не надо. Нам статья, пункт. Но на меня пункт это никакого нет. Я не брал, не захватывал. Ничего нет. Лагеря давно нет. Я отхожу. Это последняя бумага. Деревня, он из деревни воевать будет. Деревне дали 300 с лишним гектаров, сельхоза уходи и под деревню. Они подрезали 20 домов, больше не дают строить. Вопреки решения Краевого Совета Депутатов Трудящихся. Это сделали. И не оповестили нас даже. Батюшка поехал, а теперь, видимо, новый глава администрации, мама с короной, говорит, да как это так? И вас не вызвали. Землю все обрезали. Иосиф Троицца, сломать. Сломать. 21 дом уже сломать. А в деревне 169 дожобых домов. Постановление. Она занесена на карту. Здесь шабашь из чистой силы, как выразилась российская газета. Шабашь из чистой силы. По-другому никак нельзя. А теперь, если это все на территории деревни находится, как я покупать буду? Когда деревню? В деревне огород свой покупать буду, когда земля и так приватизирована уже. Или это она, не знаю, как назвать. Этого коммунисты никогда, тогда вот в советское время, никогда не покушались на это. Не говорили об этом. И о том не помышляли даже. Чтобы сломать. У меня первый секретарь райкома партии, Купаев тут приезжал. Кого только не было. Заместитель губернатора, Шохет Яков Нахманович. Один из лучших людей, каких я знаю в администрации. Еврей. Отменяющий доктор медицинских наук. Он у меня операцию делал. Мы сохранили все эти постройки и передали их в дар поселку Потеряевка. Акт, ясно, это акт. Я прилагаю акт. Восстанавливаемому с 1991 года с нуля. Это православная деревня. Эти постройки на навозной куче 9 соток входят теперь в территорию деревни во всех планах. Все. На всех планах. Как их брать-то? Как покупать? Внутри деревни огород, как считай, 150 метров. Это как огород, сад. Там пастухи прячутся, занятия идут. Приезжают новые люди, ездят становиться на крещение. Они низенькие, я там руху подниму, потолок в любом месте. На два этажа разбитых окнары. Восемь человек. Восемь кели. Прокурор села Мамонтово Королев. Максим Васильевич. Максим Васильевич настойчиво шлет указы в сельсовет Корчино, чтобы эти постройки, превращенные ныне в музей, комплекс для бедных лагерей, название такое. Снести с лица земли. Зачем? Вопрос, зачем? Зачем? Вчера мне спрашивали везде, абсолютно везде, особенно КПРФ, а им это то, что надо. Показать. Человек-оненавистничество, антинародная власть. А я говорю, зачем вы против власти травите-то? Мы за власть должны молиться, чтобы Бог сохранил от покушения на руководителей. А кому это понравится-то? Из-за рубежа везде все спрашивают, а что это у вас за власть? Как это так? Присылать? Ломать? А председатель совета Людмила Алексеевна, она говорит, меня бабушка в церковь водила, а она учила меня добро делать, но не ломать. Так он ее там не соответствует своей должности, вроде убрать. Что я могу сказать? Пишу из чужих слов. Полагают люди, что только для того, чтобы не было памяти о том, что живущие в лютой бедности люди сумели дать возможность тысячам взрослых и детей счастливо провести летнее время. Сделать то, что не сделали все вместе олигархи, разворовавшие великую империю. Читаем московский комсомолец на Алтае 11-18 февраля 2009 года, страница 5. Острый угол, разгромный счет о том, сколько ныне беспризорных в стране. В среднем, сходится, статистика говорит о том, что на трех миллионах. Миллионах? Где спят? Кто с кем, как насилие творит? Это наши граждане. А если везде бы сейчас приезжать, я их рассказываю, как мы начинали с нуля, без рубля. И таких лагерей тысячи две. Уже бы был вопрос решенный. Мы желаем и уже делаем возможным посещать наш музей-комплекс для бедных лагерей на месте бывшего лагеря Стана, показать, как это организовать во всей стране, дать этим миллионам наших граждан шанс стать настоящими людьми. Кому-то это кажется лихом. Музей уже работает в частном порядке, пока без регистрации. А это, говорит, регистрация вам и не нужна. Просим приехать к нам, посмотреть на месте и убедиться, что мы ни одного квадратного метра доброй земли не украли. Рейдерством не занимаемся и самовольно ничего не присвоили. Посодействуйте сохранению музея. Земельный отдел заверил, что если бы были тут свинарники или телятники, то никто бы и не тронул этого. Но лагерь и музейный... Вот еще, прочитай. Подпись Лапкин. Телефон сказать? Да. Телефон. Кто хочет помочь, пожалуйста, обращайтесь по телефону. Помочь как? Где-то опубликовать, поднять людей, журналисты, юристы. Депутатам передать. Все люди доброй воли, так скажем. Генеральную прокуратуру писать, президенту. Телефон 8-961-230-70-60. Игнатий Тихонович Лапкин. Да. А вот кому вчера подавали, где вот это... Ты вот это, прочитай, что тут написано? Вот здесь. Просим, вот это, да? Да, что именно хотите нас спрашивать? Просим убедить прокурора Королева Максима Васильевича оставить нас в покое и не разрушать музей, комплекс, строение бывшего лагеря Стана. Все? А теперь вот вчера, где были мы, ну это в пятницу, видишь, какие организмы. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Зафиксировал. То есть входящие номера, они... Крупра, посмотри. Прокуратура Алтайского края, Мин, труд, соцзащита. Все с ними сейчас на следующей странице еще. Администрация губернатора. А прокуратура там... А администрация, это ответим, говорит, потом. Администрация, мы, говорит, вам письменно ответим. Представитель президента передали. Все? Вот, смотри. Внизу. То есть мы очень хорошо ходили. Справедливая Россия приняла, она, скажется, лучших всех. И что удивление вызывает? КПРФ, комсомольский отдел, до того заинтересована. Копию снимают, все записывают. Молодежь такая активная. И да везде. В Единой России были женщины. Она сразу... Только взяла документы так. Да-ка-то вы репрессированные были. Я говорю, я, я говорю, а вы откуда знаете? Да-ка вся пресса гудела вами-то и по радио везде. Меня же пришли выбирать депутаты, а я ночью сновидения видел, что это делать нельзя. Ну вот так. Почему теперь это ценим так? Потому что... В чем ценность лагеря? Почему? Потому что сегодня это не лагерь. Мы говорим о тысяче лагерей, которые можно сделать, когда мы людям покажем, как это делать. Как обойтись без этих олигархов, государства, которые денег не дают. Как привлечь этих детей, которые беспризорные. Кто за ними будет ходить? Где достать средства? Это надо и продукты, и охрана жизни. И целомудренная жизнь. У меня на все есть ответы. И поэтому я и ценю, что я уже не о себе говорю. Эти 3 миллиона беспризорных это мой контингент. Ими никто не занимается. А они как раз подпадают под то, чем я занимаюсь. У меня таких детей сколько было из детдомов, привозили. У меня не просто опыт, у меня огромнейший опыт. Ну а кто может им воспользоваться, Игнать Тихонович? Ну вот как вы, вашим опытом? Откуда же я могу знать? Ну как вы видите? Нет. Кто поверил слышанному от нас? Писание говорит. Кто поверил? Вопрос. Вопрос. Кто поверил? Христос говорил, говорил, осталось 12. Не хотите ли вы уйти? Никого нету. Все оставили меня. И Ладин Лука со мной, апостол Павел пишет. Ничего это не значит. Чем больше ты презираем, тем выше награда. Златоуст говорит. Я сделал все, я не молчал. Я спасал от крови людей, от погибели. Эти дети по разным причинам оказались и бездомными. Я страдаю, я болею этим. А ему какая разница, тот кто нападает. А ему все это фишка. Я беру, ссылаюсь на газету определенную. Московский комсомолец пишет. Миллионы. Они сходятся до 5 миллионов сегодня насчитывают уже. Ну у вас же с Королевым состоялся разговор. С кем? С Королевым. Кое-как. Кое-кое-как. Он никак не хотел меня принимать. А я настаивал. Секретарю говорю. Она говорит, сегодня пятница и неприемный день. А я говорю, внизу подписка. Если кто будет издалека, то примет. Смотри, какое хорошее у вас объявление. Скажите, я издалека. Мы едва пробились на трассу сегодня. Вы же видите, я из Потеряевки. Район. А в районе-то больше дальше-то и нет сел. Дальше следующее рядом село. Это уже Ребриха. Мы из дальнего угла района приехали. Ну его заместитель, видимо, кажется Владимир его звать. Или Максим Владимирович. Ну он говорит, не принимает сегодня. Я говорю, скажите, что принял. Я ролик этот видел. Вы, наверное, ему минут 20 или 30 уговаривали этого заместителя. Да, я долго. Ты видел? Я уговаривал, уговаривал его. Я сказал, не уйду. Я сейчас лягу поперек двери, как прокурор выходить. Он через меня переступать будет. Дверь у меня оттолкнет. Но меня все равно примет. Тогда заходит. Заходите. А Алешу выгнал. Снять не дал, да? Я ему это все сказал. Я хотел книги подарить. Первый человек из официальной среды, который отказался от моих книг. Трехтомника. Путин не отказался. Медведев не отказался. Патриарх не отказался. И в библиотеке Путина, говорит, видят, книги мои стоят. Я говорю, это единственный предмет, который не считается взяткой. В книге автора. Они не украшены бриллиантами, ничего нет. Но я ему стал это говорить. О Боге, о вечности и прочее. Он молчал, молчал. А потом все-таки сказал. Но я не сам же это делаю. Меня заставляют. Поэтому он не взял. Понятно. Давайте, кто может заставлять его? Краевая прокуратура. Я там был. Краевая прокуратура тоже не сама. Та сгладила. И говорит, вы подаете нам прошение. А вот Королев-то, он к вам претензий никаких не имеет. Он не имеет. А делает самое злое дело для меня. Значит, что? Не сам. Он достоин сожаления и слез. Кто? Я знаю, как далеко. Москва? Выше. Я однажды вижу Щерников. Александр Тихонович. Очень сильный корреспондент. Такой приезжал в лагерь. Был здесь. Такой печальный. Ко мне подошел и говорит, Игнатий Тихонович, на вас очень злая статья заказа написать. Я говорю, кто заказал? Великобритания. Радиостанция Свободы. Я говорю, а чем я им не угодил? Ну, это другой разговор. Я две недели пишу, и еще не могу написать. Почему? Он знает у нас все хорошо. Его статьи между звездами, колоссиями и звездами, кажется. Для слова Божия нету с его статьи. Прекрасная. Вы знаете ли, русские шурави в плену, что здесь, на этом аналое, перед высоко поднятым крестом в небесах, а вас молятся русские люди, в плену которой шурави русские в Афганистане были. У него такой стиль, слог вообще. Очень стильный. И вот такое ему заказали. Видимо, оплатили, я так думаю. А ничего нету. Ему пришлось бежать. Мне сказали, он убежал, его нигде не найдут. Живой, говорит, не живой. Вот такая, брат, история. А при чем тут я? Вопрос. Что я не так сделал? Что всю жизнь в обормотах вот я прожил, чтобы людям дать? Ты меня знаешь сколько лет? А этот еще больше знает. Я другим не был никогда. Деньги. Да, деньги мне дают. Вот только я посчитал в переводе на год издания. Только книг я подарил на 35 миллионов. При пенсии 7 тысяч. Но явно дело, что не мое. Ко мне ни одного рубля не пристало. Ни одного цента. Нигде и никак. Я по-другому не могу жить. Не то, что я бы ужался, стал стараться. У меня все шло детям. Где бы я еще не нашел, моим пингвинятам. Все тащу туда. Кто бы они ни были. Они вырастают, уезжают за границу и говорят. А России ничего доброго не вспомнишь. Единственное, это ваш лагерь. Вот как понимают. Я этих людей могу показать. Помолимся, Агнатекович? Да, помолимся. Еще вопрос. В споможении. Да, ну тут надо кратко и лаконично. У тех людей, которые могут будут смотреть, у них особо времени нет. На них не даже смотреть. Зачем они нужны? С чужими детей? Нет, кратко, ясно, по делу. У них времени нет. А я 45 лет отдал целиком. Все, что я зарабатывал, все нес туда. Посторонние дети. Только 53% детей у нас постоянно были абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Так мы старались еще одеть, на дорогу дать. Ну вот вы, ладно, вопросы так вопросы. Вот вы просматриваете два варианта. Один вариант вас оставляет в покое. Да. Дальше какое развитие? Дальше такое, как нынче. Развитие. Приехали люди из Ярославской области. Я вам все рассказываю. Уже два ролика стоит. А когда будет зарегистрирован, мы официально дадим тогда большую рекламу. И тогда люди отовсюду, которые любят Россию. Для тех, кто любит Россию, там, кто в моей статье там печатает. То есть до конца, сколько вам отмерит Господь лет, вы будете делиться опытом. Обязательно. Это мое призвание. 45 лет, это не два дня. Вариант второй. Ничего не действует, приезжают бульдозеры. Ничего не сделаешь. Храм Христа Спасителем взорвали. В России было 57 тысяч храмов. А осталось только 400. 56 тысяч и 600 храмов взорвали. Что сделаешь? А что ты сделаешь-то? Ну, пришел сейчас расплаты. 37-й год. Пришлось, 4,5 миллиона сразу в плен пошли. А это те, главное, разрушители были. Ничего не сделаешь. У Бога все до времени. Бог, говорит, терпит долго, да крепко бьет. Я сделал, что мог. Кто может лучше, пусть сделает и покажет. Я поучусь у него. Мне-то зачем этим заниматься? А это мой дар, который дал мне Бог. Вот приезжают там профессоры психологии, тут живут. С Израиля приехали, с Греции. Кого только тут не было. Даже, я не знаю, какую страну не возьму. Вот приезжали и учатся, смотрят. А где вы этому учились? Где учились? Я говорю, у меня никакого образования нет. Но я молюсь. И мне Бог это дает. Вот это вот, где вы? Это, я говорю, в Японию взял. А вот это? Вот это из Австралии. А вот это? Вот это из Швеции. Бог дал мне знания. Я ездил по сткаутским лагерям в Америке. Я говорю, ваших воспитателей даже в лагерь не запустил бы. Ни поста не соблюдает ничего. Честь стоят, американскому флагу отдают. У нас флаг висит российский. Российский это божественный флаг. И мы честь не отдаем, мы Богу отдаем честь. Почему вы российский флаг вы так выделяете, среди прочих? Потому что другой нельзя составить так. Первое, все родились в крови, красная полоса. Она внизу. Все согласны? Конечно. Как Мисхевич говорит, от коры до центра земля пропитана кровью. Вот это красная кровь. Даша. Синее небо меня так манит. Знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет мести, угроз. А то со синее. Повышляйте о горнем, а не о земном. И третье, великий белый престол, откровение. В таком порядке все идет. И не так, как вот так, вертикально, как там как-то Барсельеза. А именно вот так. А поподробнее о белой линии? Белое? Это откровение написано. Увидел я великий белый престол, от которого бежало небо и земля. То есть это суд Божий начался. В нашем флаге это божественный флаг. Он весь по Евангелию. Другого флага в мире не было. Это и для католиков, это для мусульман, это для буддистов, для всех. Все верят, что родился в крови. И живем в страданиях. И все говорят, душу надо спасать, думать о небесном. И что суд будет Божий. Это египтяне понимали еще по-своему. Но понимали, это суд Божий. Вот почему. Но выразить вот так в святах, как российский трекорд, никому не удавалось. Это проповедь. И у нас он всегда висел. А какой девиз был в лагере Астана? Россия должна встать. И дети скандируют. Россия должна встать. А второе. Россия это мы. А сегодня дядя Вова мы с тобой. А мы можем сказать Иисус Христос мы с тобой. Ты видел как дядя Вова мы с тобой? Ну вот такое. Вот это. Почему я так за это дело держусь. А он сломает. Я не могу ничего сказать. Но я ему писал об этом. Вы хотите, чтобы мы день и ночь дежурили? Комаров кормили там? Наше оружие поразит любого. Я говорю о молитве. Это дальнобойно неотразимое. Мы будем молиться и вы увидите, что будет. Из-за гроба Бог достанет. А не из-за бугра. Я на все готов. Почему это не мое? Я отдал Богу. Там было где-то, отобрали книги. Это не мои. Я отдал Богу. Я лагерь посвятил Богу. А они изломают. Ну, я Богу посвятил. Бог отвечает. Господи, охраняй Твое. Я за это только переживаю за этих больше людей. За безумцев, которые стараются пакости делать. Всякие взяточники и прочее. В любом случае, это будет промысел Божий, знаете. Конечно. Правильно? Все молятся. Везде молятся. Вчера, где я был в печати, везде всех призывал молиться. И даже комсомольцы, и те согласились молиться. Везде всем. И у Путина, и у Медведева, и все согласились. Ну, все на этом. Удовлетворен? Да, молитву прочитали. Вот так. Если Господь... Можно еще вопрос? А вот в прошлый год Роспотребнадзор начинал же вот это... Вы не считаете, что это продолжение, то, что у них не получилось? Не в прошлом году, а позавтрошлом. В 16-м. Да, мы приняли как от Бога. Нас оттуда вытряхнули, потому что лагерь, он ветхий. Он служит для другого. Вот теперь музей. Мы прошли этот этап, когда были одни. И всегда спрашивали, а ваш опыт где-то перенимают? Все спрашивали. С Греции приехали, там, с Бразилии. Опыт передаете? А вот теперь Господь показал. Вы не знаете, как... Все. Я сразу на другой день сказал, покупаем дома. И мы сейчас живем в домах. Люди также приезжают. Я с детьми также занимаюсь. Но они приезжают с родителями. В гостях у Володи, там, у кого еще. У меня нет. Я один живу. Не допускаете ли вы ту мысль, что это проделки не Англии, а вот именно вот рождественские чтения, вот дворкинской вот этой компании? Ну, какая разница, что? Допустим, так... Или они связаны, может быть, как-то. Не могу сказать. Что они тогда натравили Роспатриотнадзор, а об этом они там говорят и записывают. Да, это я слышу. А дальше-то, да знают ли они вообще, что в музей превращено. Теперь уже меня там нету, лагерь не мой. Они бьются против России, а они патриотами считают. Эти 3 миллиона, это наши российские люди. 25, которые бросили за рубежом, отказались от них, это наши российские. Русские люди. Так никогда в мире этого не было. Уже, наверное, меньше 100 миллионов. Хотя, комсомольская правда на развороте вот так. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было сегодня по выкладке Манделеева Дмитрия Ивановича 600 миллионов. 600-то миллионов этого. В 6 раз меньше стало. Так что я делаю то, что я молюсь и жду ответа от Бога. Как ему угодно. Теперь деревня пусть защищает. Все, нет, это лагерь не мой. Я просто согласился, они меня попросили походатайствовать, превратить, образовать. Я все сделал, люди уже знают музей. Можно уничтожить здание, но память уничтожить невозможно. Нет, никак. Стереть с лица людей веру в светлое вот это... Я тут написал, какие фильмы у нас сняты. Первое место на международном киноконкурсе. Тут не указано? Нет. Как, нету? Совсем нету. Ну вот я зачитывал, не было. Не было. Ну вы расскажите так. Это в другом месте. В другом месте я писал. Вы же уже до этого что-то подобное писали. Я писал там им много. Не-не, Игнатик, в этом... Это уже второй как бы... Совсем я-то ничего. Здесь пока не было ничего. Не было, не было. А, это другое. Постой-ка. Тут дело в о чем. Это... Хуты. Хуты. Так, музей здесь должен быть. Посмотри, где музей. Вот он. Обращение. Объявление. Прокуратура просит помощи. Вот это надо... 26-го. Вот оно где, считай. Вот это идет. Вот посланных, которые президенту. Читать? Да, считай. Подожди. Да, вот только. Везде чья-то основа. Считай, я просто продергиваю. Так, это да, мы читали. Вот, что написано. Вот, читаем МК на Алтае. Нет, это не то. Это мы сегодня читаем. Нет, это вот тот документ, который сегодня... Ну вот, дальше продолжим. Да, да, вот. Дальше. Вот, считай. О нас и нашим легендарном лагерестане, ставшем музеем, сняты государственные фильмы. Государственный документальный фильм Малашина. Юрия Николаевича. Глаз вопиющего или второе крещение Руси. Ссылка на этот... На сайт, даже. Государственный документальный фильм Красноярский филиар Свердловской киностудии, режиссер Кузнецов. Владимир Сергеевич. Фильм занял первое место на киноконкурсе документальных фильмов в России. Первое место. Златоуст из Потеряевки. Ссылка на роли. Государственный документальный фильм Красноярский филиар, филиал Свердловской киностудии, режиссер Кузнецов. Владимир Сергеевич. Фильм занял первое место на международном киноконкурсе в Югославии. Предчувствие называется фильм. О лагере Стане снято 475 видеороликов. Они стоят на канале, в интернете, канал на ютюбе «Восвете Библии». Дальше. Эту навозную кучу власти категорически отказываются выкупить нам. Мы, жители православного поселка Потеряевка Мамонтовского района Алтайского края, просим или отменить незаконные требования прокурора Мамонтовского района Максима Васильевича Королева от 6 июня 2018 года, требующего снести якобы незаконные постройки при самовольном захвате земли, или просим убедить его оставить нас в покое и не разрушать музей-комплекс и никак не угрожать нам. Вот оно что. Вот такой пост на президенту. Тут добавка была сделана. Помолимся, братик. Вот это, видишь, добавка какая о фильмах. Я не думаю, чтобы никто не просчитал, а то быть не может. Слишком броско. Пишут о чем там. ЖКХ, ребенка где-то я себе не беру, дом продали или что-то отняли, что-то такое. Но речь вести о трех миллионах детей. Да кто же будет этим заниматься? Я реально, конкретно показываю на практике, что можно выправить положение. Можно. А кто будет? А зачем мне решать, кто будет? Из меня никто не думал, что еще что-то получится. А смотри, сляпал Господь. Чудо свое. Вот так. Главное, это ведь качество я буду показывать. Вот у меня были, я сейчас спрашиваю, люди-лидеры, какие качества? Я им говорю, это не серебролюбие. У меня сейчас бы эта комната, ну наполовину была бы заполнена одними самыми большими купюрами долларов или евро. Для меня это абсолютно безразлично. Бумага, это газета отработает деньги, и у меня понятия никакого нет. Я только знаю куда. Первым делом, лучший комбайн купил бы для Игоря Барабаша. Все знают про это. Сейчас бы мне хотя бы миллионов десять долларов дали, я бы маленько развернулся. Миллион десять долларов? Да. А для Чубайса это не то. Чубайс, поляется, что у него много денег. Чубайс, если бы услышал и помог, ну что сказать, добро. Таких их много там, которые что-то имеют и не знают, куда деньги деть. Я бы их определил. Взятки бы никому не давал. А если бы он сломал бы это дело? Ну сломал, снимки сохранились, память сохранилась. Еще ему памятник. Но когда будут вот эти развалины стоять, эти развалины далеко будут кричать. Памятник надо будет. Памятник безумию людей, которые это сделают. Безумию. Им не потомки никто не простят. И под этим воплем я уже сейчас вижу разверстые зефа ада. Он не смотрит, что миллионы, да гибнете миллионы. Лишь бы мне я сказал, я сделаю, у меня власть. А я назвал малепусенькая власть ваша. Она ничего не значит. Вы ничего не создаете. Нигде. Кормит кто? Вот Барабаш Женя Долгов. У него 6700 гектар. Вот кормилицы. Вызывает уважение. А это прокуратура-то вообще никогда и не было в России. Ее Петр Первый придумал. Они не судить ничего не могут. Не разбирают. Они вообще ни для чего. Следить это зачем-то. Судья. Судьи написано. Судьи возлагают беззаконие рук своих на весы. А в прокурорах в Библии ни одного слова нет. Их никто не знал. Вообще их не было. У меня, когда был судья, то сидел судья Яков Иванович, его звать. Как он вот такие брови, как у Брежнева Леонида Ильича. И он на меня сидел. Я говорю, ну что вы на меня смотрите, как я говорю, вы Брежнев на своих противников-то. Все равно вы меня судите. Вам дали указания, вы это сделаете. Ну что вы, давайте по-хорошему расстанемся. Пригород выносите по рукам. А я стою, а тут решетка, где я сижу, там вверху решетки не было. Я говорю, смотрите, Мордовин его звать. Мордвин ли. Я говорю, вот так вот два шага шагну, Яков Иванович, я уже на той стороне буду. Я засидеть тут вот долго не буду с вами. Я еще не вернулся, он уже умер. Следователь, который вел, Курьят Владимир Кузьмич, 50 с чем-то лет было. Гаймарит, да какая-то болезнь Гаймарита, умер от Гаймарита. Смешная. А другой, первый раз, когда я сидел, Пичугов Виталий Николаевич, тот по-хорошему, мой крест вынес домой, большой серебряный-то, приходит, принял крещение с полным погружением. Вот видишь какая. А этот нисколько неподвижный был. Я ему, когда сидели, я ему поставил условие, вы мне новый завет принесите с псалтырию. Если не принесете, вот, мой голос, вы больше не услышите. Да как же так? А как же вы с Пичуговым разговаривали? Я молчу. Это же не будете? Я молчу. Он копнул, подошел. Да. Теперь, а это же краевая прокуратура, теперь меня спросят. Курьят, а почему же Пичугов с Лапкиным имел общий язык и все написал, а ты не мог? Назад он принес мне новый завет, все, псалтырь. Понятно так? А я проповедовал каждый день. Я из Акурьята Бога благодарю. Однажды он пришел и сидит, я гляжу, ест такая, как колбаса, Надежда Васильевна готовила. Это мед и грецкие орехи перемолотые. И она в виде колбасы сделана, так он сидит, маленько погодят, ломит опять, если надо, думаю. Я думал, никто так не делает, как Надежда Васильевна, для сердца мне. Когда он последний сел, ой, Игнатий Тихонович, простите, это же вам жена прислала, а я и забыл. При мне тут же допрашивает и при мне ест, и забыл, и все. А я смотрю, думаю, надо же, похоже, прям Надежда Васильевна так готовит. Да ладно, говорю, ничего, мне еще вспомнить. Там у нас была женщина одна, в низенькоростом, ее звали Эльза Кох. А то одна у Гитлера была такая надзирательница, там трясло от нее все. И эта такая, ну до того въедливая. И послали ее меня привезти на допрос. Ну и идем с ней. А я говорю, а вы хотели бы иметь праздники, когда все будут? А вы что знаете? Я говорю, они у меня записаны, подаю ей. Купил ее сразу. Теперь она, я иду оттуда, чеснок принесет, он мне что? Выйдем, когда она, ее вызываете, скажет, отведите. Идем потихоньку, долго разговариваем. Она улыбчивая, совершенно другой человек. Сюда вот такая, а тут другая. Опять, когда к камере подойдем, она опять такая. И как будто она меня не знает. Я выйду и говорю, мне дали чесноку, да и никто не знает, положи. Понял? То есть Бог все смиряет. Обычно, когда человека бьют, то говорят, на лыжи поставить, чтобы он бился в дверь. Чего ищешь? Уберите меня в другую камеру-то, поставили на лыжи. А другим сразу сообщают, такой-то пошел, зато-то, то-то его били. А я сижу с таким директором, Север Владимир Митрофанович. Вот тут любого поставят на лыжи. Он будет проститься. Но получилось так, что я молюсь все время, а он прямо из себя выходит. Такие дни он в суде, а суббота, воскресенье он дома. Суда-то нету. А я кланяюсь. Ну, такого дурака, говорит, никогда не видал. Как лошадь от паутов отбивается целый день. Я говорю, Владимир Митрофанович, ну раз нас заключили в одном, ну давайте как-то потерпите меня. И вот когда я пошли, а он один до этого сидел, охранники ему говорят, ну что, Север, теперь тебе там не скучно, небось, с этим батюшкой-то? Да я скоро с ума сойду с ним. Я буду проситься на лыжи, проситься из камеры от меня. Ну а тут далее Лозина. Анатолий Максимович, преподаватель второй группы космонавтов. Нашу камеру 112, назвали камерой академиков. И тут они с ним. Он только зашел, он сразу на него. Так это ты Лозин? Это ты летун летал? Так. А у тебя жена кто, Светлана? Да. Ага. Она там с милиционером, с майором путалась. Вот у него такие глаза. Все знают? Все. А у него такая дипломатическая шинель. Вот в круге первым, когда показывает, там этот, играет-то. Кто он играет-то? Дмитрий-то? Певцов. Певцов. Какой он это, такая, мышиного цвета. То есть мне еще вспомнить. Вот смотри. Ну, развлечений-то никакого нету. А у меня, допустим, 15 февраля срок прокурорский оканчивается. Прокурор дает арест. А дальше надо продлять. А мне не продлили. Как только они дверь открыли, а я в это время сумочки две через плечо шагнул в коридор, майор обернулся, а там другой стоит. Лапкин, вы куда? Из камеры. Я говорю, до 15-го сидеть не имеете права меня держать. Срок заключения кончился-то. Они не знали. Они меня, да вернитесь, пожалуйста, мы сегодня сделаем, чтобы продлили там и то другое-то. А они кричат, там не забывай, там с женой моей встречи, передай их привет. Уже все, мы роли раскрыли какие. Но я тогда им говорю, ну ладно, до вечера я подержу как-нибудь, ладно уж, сумочки снял, захожу. Да вот смех это было. И на полном серьезе, никто не улыбается. Я в дверь, раз, и ребята, ребята, до свидания, я пошел, срок кончился. Даже там кто может что-то сделать? Я на тюрьму не в обиде. Особенно на КГБ. Они мне так помогали. Меня нигде не обижали, не били, ничего. Они поставили какой-то знак. А полковник КГБ этот, Николин Юрий Михайлович, он говорил, когда я пришел, говорит, на пенсию, а вас, говорит, уже посадили, я пришел. Ой, 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 вы что делаете, говорит, вы кого посадили-то? Он чем кому-то садил-то? Игнат Тихонович, дураков-то у нас у вас хватает, говорит. Понятно? Он на пенсии был, и еще пошел в свою контору и там это сказал. Вот так, брат. Ну что, все тогда. Я благодарю вас, братья, за внимание. Вот, да, считай, посмотри. Почитай. Почитай, нет? Нет, нет. А, управляющий Ишимско-Сибирской епархией, епископ Евтихий. 27 по старому паному 9 июля августа, месяца 1995 года, великомученика, день, великомученика Пантелеимона. Свидетельство. Настоящим свидетельствуется, что православный лагерь-стан для христианских детей, освященных в честь священномученика Климента Анкирского, относящийся к церковным общинам Русской Православной Церкви за рубежом, Крестовоздвиженской, общин города Барнаула и Свято-Анфимовской, села Потеряевка. Имеет на свое существование и богоугодную деятельность архиерейское благословение. Вот как. Так, что и удостоверяю подписью и печатью, подпись Евтихий, епископ Евтихий и печать Курочкин. А вот я говорил, Московский комсоводец, статья, сколько этих, беспризорные, вот она эта статья. Вот она. Все на этом, братья, я вам благодарен. Ну, если где-то кто-то на пользу будет, все. Я скажу, что, если желательно, будет ответить. Я отвечаю за каждое свое слово. Зачем мне лгать? Молиту прочитаем? Мне уже 79 лет. Молиту прочитаем? Да. Понимаемся. Вот так. Господи, благодарим Тебя за милость, которая оказала нам и продлил эту жизнь. Пошли нам в защиту от недругов, желающих сотворить пакость. Вразуми их. Коснись их сердца, не дай им погибнуть. И в судный день Твой, непоминимые безумия, ибо они не знают, что творят. В Твои руки все предаем, как угодно, так и поступи. Расположи к нам сердца людей, начальствующих. Владимира, Дмитрия, Ты знаешь их всех. И нас помилуй, милости Твоя ради. От пожара, воровы, нечистой силы избавь. И упокой в обителях небесных новопредставленную рабу Анастасию. И упокой вместе с светом, вместе с прохладным. Ибо нет ни одного человека, который, живя на земле, не согрешил бы. И прости, Господи, всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Богу слава. Прости, Христос.